здравствуйте с вами вновь проект мастер своего дела и у нас в гостях директор северо-осетинского государственного торгово-экономического колледжа валерий обеев валерий здравствуй добрый день первый мой вопрос валерий ты очень разносторонний человек занимаешься во всех направлениях всеми направлениями кем ты сам себя считаешь по профессии тяжелый вопрос тем более его задают очень часто я не знаю как назвать такую профессию но если бы можно обойтись было бы одним словом я бы себя назвал просто гражданином своей родины страны я не знаю как себя обозвать и как назвать профессию когда ты хочешь быть полезным для всех как такая профессия называется я не знаю можно обойтись без названия и просто понимать что хочется быть просто полезным для себя для родины для общества для семьи для всех тех ради которого человек живет и встает каждое утро и засыпает вечером не знаю ну логично будет тогда спросить а из чего все формировалось тогда формировалось все наверное может есть понятие на генном уровне может быть есть понятие воспитания есть понятие образованности есть понятие среды где человек находится может если все это все эти повороты жизни перемешать в одно целое получается тот результат который получается я думаю что каждый из вышеперечисленных факторов сыграл свою обязательную роль одно без другое несовместимо и если даже есть результат я не могу сказать что не очень большие ракурсом очень важные но если даже есть что-то это благодаря всем этим ресурсам это обязательно если говорить о поварском искусстве как переросло все это в профессиональную деятельность и стала делом всей твоей жизни опять-таки уходим обратно далеко-далеко в детство и просто желание что-то приготовить что-то отчасти испортить что-то пересолить жечь и сделать так что сегодня может быть или вчера это было вкусно и хорошо позавчера это было невкусно и нехорошо и когда у маленького мальчика в 5 6 7 8 10 лет желания побыть рядом с мамой на кухне помочь попросить чтобы данный ужин был приготовлен твоими руками помогать соседям в мероприятиях как это принято у нас у всех большей части меня наталкивала на мысль себя как можно больше реализовать показать свои возможности и получить некое воодушевление что ты можешь и у тебя получается и это кому-то нравится вот основа закладывалась вот в этих моментах нравится или не нравится и наблюдать после приготовленного блюда за глазами людей за эмоциями как они себя ведут не было бы эмоций не было бы стремление идти дальше ибо если ты чувствуешь что твой труд не востребован если ты чувствуешь что тебя не хвалят если ты чувствуешь что тебя не воодушевляют человек расслабляется или же уходит на другое поприще или теряется в общей массе нашей жизни данной ситуации мне повезло в том что я не смог потеряться а смог делать и начать свое дело самого главного и меня наверное правильно подпитывали можно сказать и я не жалею ни об одной секунде о том если бы мне сказали а если бы ты вернулся назад кем бы ты был или чтобы ты делал я наверное бы опять занимался тем же самым делом ибо мне очень приятно было есть и будет всегда быть полезным и приносить некую позицию помощи добра положительных эмоций для меня это очень важно я этим живу следовательно все это ведет меня по сегодняшний день и благодаря тем или иным усилиям которые может быть отчасти очень сложны мы дошли до сегодняшнего дня вот как-то вот так сколько на сегодняшний день заведений у меня заведение всегда было одно одно на будет есть и я я не сторонник ну некого такого размножения клонировать клонировать клонироваться я не воспринимаю это мое как бы я люблю находиться на одном месте развиваться на одном как говорится поприще то есть это ресторан банкетный зал да это система которую пришлось зарождать и раскрывать в нашей республике лет двадцать назад и все это ведется по сегодняшний день сегодня конечно время заставило раскрыться многих скажем так моих коллег и наверное в каждом профессиональном поприще и сфере есть уже множество ну не могу сказать конкурентов не могу сказать мешающих людей нет есть люди профессионалы благодаря которым тебе еще больше хочется развиваться идти и приносить пользу но клонировать свой бизнес это не мое кредо абсолютно я части не могу на себя разваливать столько ответственности чтобы ты переживал за одно за второе за третье за пятое ибо я считаю что это на самом деле очень большая ответственность обещая выполняя те или иные обязанности перед тем или иным гражданином человеком украшая его праздник человек тебе доверяет самое сокровенное свадьбу своего ребенка что может быть дороже и цене следовательно клонировать ситуацию для меня бывает очень тяжело ибо ответственность это то ноша человека которую абсолютно на все разорвать невозможно и я от этой позиции отходить не хочу а то что касается государственной работы там отчасти все от меня не зависит и если руководство ведомство курирующие образование меня возлагают на меня те или иные обязательства по расширению тех или иных моментов руководства там я уже не сам решаю бывают моменты что тех которых я могу отказаться есть моменты где просто-напросто мое решение роли не играет и приходится браться за ту ношу которую бы я по своей воле не взял но приказанно сделано наверное руководству бывает виднее следовательно учебное заведение где также являюсь руководителем ну отчасти время от времени увеличивается в объеме тяжело но стараемся справляемся и будем дальше заниматься укреплением того что нужно вести приводить в чувство я знаю что в прошлом году учебное заведение отметила 100 летний юбилей много за плечами много пройдено но есть и какие-то планы на будущее поделись 21 год для нашего учебного заведения был сложным и на самом деле очень знаменательным ибо опять мы прошли тот или иной рубеж в количестве 100 лет когда мы говорим 100 лет не надо забывать что это очередной этап данного учебного заведения учебному заведению в те или иные годы гораздо больше лет и когда в день торжественного мероприятия на сцене астинского театра мы оживили благодаря актерам астинского театра тех или иных выпускников сообщества те кто не знают до конца исторические моменты нашего учебного заведения были удивлены когда на сцену вышел кустарь иванович хитагуров когда на сцену вышел афаков фидаров когда вышли ордосенов и многие многие знаменитые личности прославившие осетию не только лица не только внутри осетий но и за его пределами мы гордо поделились тем что стены нашего учебного заведения история пропитаны героизмом и патриотизмом многих выпускников и ввиду того что время от времени учебное заведение меняла свой статус свое название в 1921 году учебное заведение из реального училища перешло в статус техникума советской торговли что продержалась до прошлого года до 21 года исторический фактор данное название из всех других преобразований продержалась больше всех 100 лет у других преобразований приведущих по истории такого количества лет нет и общим решением как говорится и коллектива и сообщества было принято решение преобразовать опять название что мы даже прописали в юбилейные книги учебного заведения и как бы с этого года с 22 года учебное заведение ныне после преобразования называется северо-осетинский государственный торгово-экономический колледж статус стал лучше выше качественнее следовательно историческая задача опять выполнена но жизнь продолжается благодаря усилиям всего коллектива год был на самом деле настолько насыщен настолько ярким что вот оглядываясь назад человек думать неужели это все сделано нашими руками ввиду того что мы распределили весь год на юбилейные мероприятия и несмотря на те трудности которые сопровождались пандемии мы эти мероприятия проводили ибо уместить в один день юбилейную дату невозможно следовательно мы чествовали в течение года по ракурсам социального преобразования всех отдельно участников великой отечественной войны отдельно выпускников и сотрудников работников культуры спортсменов ветеранов труда заслуженных учителей вот просто мы мы провели 18 крупных мероприятий до того дня как мы просто подвели итоги я не знал как можно в один день в одну торжественную дату обхватить вниманием всех это невозможно следовательно мы каждому ракурсу сделали отдельное мероприятие целый год коллектив выкладывался и сделал то что не делают многие коллективы они меня воодушевляли они мне дали силу и они сделали для этого юбилея очень много я горжусь студентами которые стали историческими участниками данного юбилейного года я горжусь своим коллективом своими ветеранами заслуженными всероссийскими наградами для наших учителей спасибо нашему руководству мы очень много наград получили в двадцать первом году в кануне юбилейного года мы горды тем что на самом деле учебное заведение ну имеет очень богатую историю мы хотим ее продолжать мы хотим ее развивать благодаря сегодняшним новшествам в системе среднего образования у нас очень большие планы и мы хотим и надеемся что мы их преобразуем и статус учебного заведения который сегодня не на самом последнем плане нашем регионе и за его пределами станет еще лучше ввиду того что нам интересно сделать как можно ярче позитивнее будущее наших и сегодняшних и будущих выпускников ведь без профессиональных знаний без воспитания без знаний истории они в жизни будут идти очень тяжело и мы коллегиально занимаемся этим вопросом помимо блюд осетинской кухни какие блюда каких народов представлены еще вашем заведении сегодня если говорить о блюдах о том меню от той направленности которой мы придерживаемся можно все обозначить одним словом кухня европейского диапазона следовательно живя в северной осетии никому не секрет что я преимущественно акцент делаю все таки на нашей родной осетинской красивой кухне плюс есть понятие кавказской кухне она тоже для нас общедоступная и весьма интересная и внедрение тех или иных блюд может быть где-то с хорошими результатами может быть не совсем с хорошими но тем не менее постоянно проходит некий анализ преодоления и проведения тех или иных презентаций просто пробные варианты сегодня одно завтра другое что-то приживается что-то не совсем хорошо приживается и останавливаться не хочется потому что это очень интересно интересно когда мне говорят я слышу что осетинская кухня очень узко и неинтересно это очень большая ошибка она разносторонне развита но есть одно она отчасти забыта и сегодня есть понятие если мы говорим об астинских об астинской кухне сразу в голову что астинские пироги и больше ничего сегодня это психологический уровень каждого если скажешь за стенскую кухню она гораздо больше и она весьма полезная и весьма интересная но виду того что мы все привыкли сегодня к оптимально легкому виду питания мы не хотим сейчас тратить свой физический нрав и трудно то чтобы весной пойти собирать те или иные травы из которых наши предки и родители и прародители готовили весьма вкусные полезные для здоровья блюда использовать сейчас в масштабе кукурузу как это делали наши предки и готовили десятки блюд из этой кукурузы что приносило большую пользу и большое количество энергии и способствовало тем делам которыми славились наши предки приготовление тех или иных блюд которыми люди питались находясь долгое время в странствиях и они каждый день и каждую секунду не готовили а еда месяцами с ними находилась которую они забирали со своей родины это очень большая история и в которой мне лично очень хочется как можно больше находиться брать полезное и по возможности отдавать и раздавать всем тем кому это также интересно я вам реально говорю наша кухня очень масштабная и когда недавно меня спросили а сколько же примерно блюд может быть для кого-то это мало для какого-то народа но если я вам сейчас скажу что в осетии около ста блюд для вас это тоже будет нонсенсом и будет казаться а что же это из ста блюд у нас есть когда ты сегодня общаешься в селах с уважаемыми людьми преклонного возраста с людьми молодыми для которых точно также есть еще интересы истории культуры и традиций ты часто урываешь очень много интересного в этих людей а вот моя бабушка вот это дело а вот мой дед приносил домой из леса вот это вот это вот это благодаря всем этим историям повествованием моя кладовая увеличивается в объеме и как говорят у осетин мабаркат фылдарай фылдаркана и ирон адам фи дар юй руа джо 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 ама фада бон биро коттой фиткушт биро коттой хахты саргая ансона и сам не сахауди джо шпала шпала шафлдар тихо макару сидишь рашт хари на гай а бонус рашт хари на гон уа варной мачи жону маниколу заняш флосоуди визу ранка у ирон адам швальда штат магашка ирон адама харна гудиш рашт а макашник а бонта усыкажник зинат рух гол го 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 джо ша north га вы Franken жалю свист 10 мину банкат эй з reminded моског на региж иенные инжы enfants а игра в ее и они с хр тай Я живу во векı, во веках. ...и веков она нестит. Мы не можем искать веков. Наша такая позиция, но мы не можем. Мы не можем искать веков. Но в есть время, что мы только не можем. Мы не желаем. Тогда у нас продолжение. Мы встретили стариковое изделие. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...